Если кто-то хочет ко мне обратиться, зовут меня Ирина Михайловна. И сегодня раз приемом читаю две лекции по опросу и движению на аппарат, точнее, конкретно с этого стена. Начнем с утепления. Функции передвижения пространства и перемещения части тела у нас выполняет опорный аппарат. В нем подразделяется пассивная часть, это кость, и активная часть, которая приводит в движение, собственно, пассивная часть, это аппарат. Аппарат, точнее, конкретно, это все из-за этого. Собственно, комплекс костей и их соединений, это скелет англического скелета, с высохшей, высохшей. А он выполняет следующие функции. Во-первых, это опоры передвижения, что понятно. Кости создают каркас, которым крепятся мышцы. И выполняет функцию рычагов, которые приводятся в движение мышцы. Вторая функция скелета формообразующего. То есть, вся форма нашего тела, его геолитеральные, двусторонние симметры, все конечности и так далее, обусловлены формой скелета. На скелет уже нанизываются все остальные части тела. А внутри, к скелету, с помощью связок разума. Это уже различные позиции. Следующая функция скелета – защита. Кости скелета образуют полости. Как вам известно, например, череп. То есть мозговая коробка внутри, в которой находится головной мозг. Это грудная клетка, при которой находится тоже различные органы важные. Тазовая полость. Ну и спинно-мозговой канал, в котором спинной мозг. То есть кости защищают все наши внутренние органы. Помимо этого, скелет, то есть кости, участвуют в минеральном объеме. Кости, как вам известно, состоят в том числе из солей, кальций, магний, костов и других. И депонируют эти слои. Помимо этого, живая кость содержит ряд витаминов. А в красном костном мозге, как он тут не говорит, происходит кроветворение. Слышим функции скелета кроветворный. По функциям понятно все. Не будем тогда задерживаться. Косевому скелету относят череп, позвоночный столб и грудную клетку. Это осевой скелет, то есть он образует кость нашего тела. Косевому скелету крепится добавочный. Это верхняя и нижняя конечность их пояса. Пояса конечностей крепят свободную часть конечности к косевому скелету. Общая масса скелетов у живого человека составляет около 14-20% от всей массы его тела. Скелет человек включает около 200 костей. Около 35 из них не парные. Остальные парные. 200 костей. То есть всего запомнить нужно 100 на память. Спасибо. В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? Вот так получил очки скелет человека. Потому что бывают индивидуальные вариации. Бывают добавочные кости. Например, часто черепы бывают. Бывает, когда у человека кости некоторые срастаются, а как правило срастаются, наоборот не срастают. Когда будем конкретно по каждой косточке говорить, я буду сказать, какие бывают вариации разные типы. Просто поэтому в районе 200, 205-206, вот эти перегрешать, которые не парные, все остальные парные. Скелет построят из костной и хрящевой ткани. Они объединены общностью происхождения и функций. Как правило, в основном все кости взрослого человека раньше при хрящевым. То есть у плода человека, у этих детей, больше в основном скелет построен из хрящевой ткани. Потом они там вынекают центр обесценения и из хрящевая ткань замещается в кост. Собственно, что такое кость? Кость обладает довольно хорошими механическими свойствами. То есть она прочная, по прочности близка к книге. Живая кость наполовину состоит из воды, а оставшаяся половина на 33% живая кость состоит из белка, из органических веществ. В основном это белок, который называется осин, вот оно первое слово, которое происходит, слово кост. Белок осин. И 67% это неорганические вещества, в основном соль, кальция, арматы, минусы. Органические вещества обуславливают упругость или эластичность костей. Неорганические вещества придают кровь. У детей преобладают в составе кости органические вещества, а с возрастом, наоборот, неорганические. Из-за этого теряется глубость эластичности, кости пожилых людей становятся очень голыми. Макростроение. И снаружи кость у нас покрыта надкостницей. Надкостница, переост, переокруг, кость. А вот она, глубоко обогнута, цифровит надкостницей. Это цинично-тканная пластинка из состоящих двух слоев. Верхний слой в основном содержит коллагеновые волокна. Верхний слой надкостницы состоит основной из коллагеновых волокон. А внутренний слой костеобразующий. В нем содержатся клетки, которые дают костную ткань. За счет надкостницы, помимо того, что надкостница защищает кость, за счет ее происходит питание костей. Внутри надкостница пронизана кровеносными сосудами нервами. То есть это питание костей и коннервация. И рост костей в толщину. Далерка. Меня послушайте сегодня. Итак, рост костей в толщину. И регенерация при переломах. Перестройка. Регенерация подспуговых линий. Это вопрос. В самой структуре кости различают плотное компактное вещество и более рыхлое губчатое вещество. Компактное вещество. Компактное вещество. Оно построено из плотной ткани, которая пронизана в канал. Основная как бы структурная единица компактного вещества. Это остеоны. Вот эти цилиндрические образования. Остеоны. Что собой представляет? Это центральный гаверсов канал, в котором проходят сосуды. А вокруг лежат цилиндрические пластины. А что такое еще с остеоном? Остеон. Остеон это очень структурная единица компактного вещества. Компактное вещество. Компактное вещество. Остеон? Да. Остеон она же гаверсов вещество. То есть это центральный канал, он же гаверсов канал. И вокруг. Да. Извините, вы просто меня так подозрели, что я пришел не туда. А Максим Вой сейчас не читает физиологию человека или нет? Возможно читает, но, наверное, не сидит. Извините. Остальные куда-куда нам пришли? Да. Так, вокруг этого центрального гаверсового канала лежат цилиндрические пластины. Собственно, на границах между этими пластинками залегают остеоциты. Постные клетки, которые и проницируют вот это основное вещество. Собственно, это костная пластинка, которая состоит из этих самых осиновых волокон. Волокон из органического вещества неорганизма. Его обрабатывают вот эти клетки, остеоциты. И в соседних слоях волокна ориентированы перпендикулярно друг к другу. Это обеспечивает прочность костей. Откладывается вещество костей в какой-то определенной оси. В соседних пластинках, вот этих слоях, их примерно 14-20 вокруг гаверсового канала. То есть вот этих вот полного ряда трубочек сразу в идеальных вокруг гаверсового канала. 14-20. Полщина остеона. Регулируется необходимость питания этих клеток. Весь кровеносный сосуд, который питает клеточки. И это ограничивает тушину. Между остеонами, то есть между вот этими трубочками, залегают промежуточные пластинки. Они представляют собой остатки от перестройки костей. Т.е. просто отдельные пластинки без канала. Снаружи под надкосницей, вот эти вот по цифре 3, имеются наружные окружающие пластинки и наружные окружающие пластинки. Собственно, это уже продукт функции надкосниц. То есть за счет чего костин будет членить. А наоборот, изнутри области, уже прилегающей к космонавтовому каналу, тоже имеются пластинки окружающие, один называется внутренне окружающие пластинки. Все каналы остеонов сообщаются друг с другом пропадающими капиллярами, а, собственно, внутрь костного вещества сосудики проникают через накосницу в местах питательных отверстий. У нас у всех косточек, на поверхности можно разглядеть маленькие дырочки, они называются питательными отверстиями. Через эти отверстия внутрь костей проникают сосуды и нервы. Губчатое вещество. Вот такое губчатое вещество. Оно уже не состоит из таких цилиндрических костейонов, оно состоит из отдельных перекладин. Они связаны с балками. Они перетрещиваются, пересекаются между собой, образуя сети. Все губчатое вещество в этих ячейках заполнено храгоносными сосудами. А направление балок соответствует направлению сил, действующих на кость, что тоже обеспечивает расположение костей и впрочем. Соответственно, балки расположены по линиям сжатия давления на кость, где происходит давление на кость, и по линиям растяжения по-другому ориентированным. Ориентация балок соответствует действию сил, которые показывают вероятнее на кость. Это чисто химико, чисто, согласно всем законам. Костя различаются между собой, в первую очередь, по форме. То, что вам нужно знать. По форме кости бывают трубчатые, губчатые или короткие. Плоские, воздухоносные, смешные. Это трубчатая кость. Здесь у нас все короткие или губчатые кости. Плоская кость. Воздухоносная кость. И смешанные кости. Сейчас мы немного подробно прокажем каждый класс костей. Чтобы было понятно, какой класс отнести каждый костей. Итак, трубчатые кости. Трубчатые кости, в свою очередь, подразделяются на длинные трубчатые и короткие трубчатые. К длинным трубчатым костям относятся ключица. Ключевая кость, лучевая, лучевая, бедренная, большая, малая, дюрцовка. Когда будем каждую кость отдельно разбирать, я еще раз скажу про каждую кость, в каком классе она относится. Общий план строения трубчатых костей у трубчатых костей у всех. Есть тело. Он же диафиз. Диафиз. Тело, диафиз. Как правило, либо цилиндрической формы, либо трехграмм. И два более уколошенных конца. Они называются эпифис. Эпифис. Как правило, эпифис, который имеет округлую форму и отделен от тела узким перехватом, называют головкой. Кэнтона округлая, она с округлой гитароизмной суставной поверхностью. На каждой шизарном конце имеются суставные поверхности. Кости соединяются друг с другом суставными поверхностями, которые находятся на эпифизу, на концах. Соответственно, у каждой поздней правил есть верхний и нижний, идиатизм. У ключицы есть идеальные и нейтральные. Итак, между эпитизмом и диатизмом располагается метафиз. В молодом возрасте в области метафиза расположен хрящ, хрящевая прослойка. Называемый метод эпизаатного хрящ, за счет которого кость увеличивается в длину. За счет области метафиза, пока там еще хрящ, кость увеличивается в длину. Как я говорила, как правило, все кости изначально построены из хряща. Соответственно, возникает сначала центр опустенения в диатизе и отдельно в углу. Постепенно хрящевая ткань замещается костной, а в области метафиза хрящ сохраняется дольше всего. И за счет этой области кость растет в длину. Ширину, мы помним, кость росла за счет ее внутреннего остеогенного слоя. А за счет метафиза кость растет в длину. В области эпифизов и при переходе эпифизов в диатиз, как правило, на костях бывают различные рельефы. Какие вообще бывают типы рельефов? Бывают различные выросты. Они называются буграми, бугорками, грибнями. Или, как бы я взял большой вырост, он называется отрост. Это все места прикрепления сухожилий мышц и шероховатости. То есть выросты, выпуклости на костях, бугры, бугорки, шероховатости, гребни и отростки нужны для присоединения сухожилий мышц. Вот этот участок костей со всякими выпуклостями называется апофиз. Участок костей при переходе эпифиза в диатиз с выростами, всякими бугорками, отростками, впрочем, называется апофиз. Это общий план строения. Для каждой кости в отдельности будут различные, соответственно, структуры. Итак, все выпуклости для присоединения сухожилий. Если мышца присоединяется к косточке своей несистой частью, тогда в костях образуется углубление наоборот. Такие ямки или вырезки, это если мышца присоединяется к несистой части. То есть сухожилия присоединяются к выростам, и несистая часть мышцы присоединяется к углублению. Тогда что? Что тогда, если она присоединяется? Тогда углубление. Как откроем, собственно, почему трубчатая кость? Диатизь костей, вот это трубчатая кость. Это вот то, что она литераль. Это система компактного вещества. Внутри небольшая прослойка врубчатого вещества. А внутри трубчатых костей имеется канал, называется костно-мозговой канал. У детей он заполнен полностью трубчатым веществом, и там расположен красный костный мозг. Почему красный костный мозг? Я уже говорила, что все вот эти вот сеточки и мучейки в губчатом веществе пронизаны кровеносными сосудами. За счет этого приобретается красный цвет, и эта скульптура носит название красный костный мозг. Его основная функция – кровотворитель. А во взрослом состоянии центральный канал костей, костно-мозговой канал, здесь красный костный мозг замещается жировой тканью, за счет чего приобретается желтый цвет, и уже эта структура внутри канала костей носит название желтый костный мозг. Это то, что в теле костей, в диархизе. А эпифизы костей построены из двухчатурочек. Извините, а вот у желтого костного мозга какой функции несет? Практически никакой. Ну, то есть, да, просто структура. Ну, если это жировая ткань, соответственно, по-другому. Да, эпифиз – это состоят из двухчатурочек вещества, покрытого снаружи с тонким слоем ампактного вещества. Это по строению трубчатых костей. Это общий план строения. Вопрос есть? В целом понятно, да? Так, трубчатые кости бывают длинные и короткие. Общий план строения – у всех одинаковые. У всех есть тело или диархи, и два конца, а потом взять одинаковые. Извините, а вот что такое явность? Я – тело. Это греческое слово, в общем-то, обозначает длинный тело. Гурчатые кости. Гурчатые кости – они короткие. Состоят они из гурчатого вещества, покрытого снаружи компактным. Гурчатые кости. Гурчатые кости. Гурчатые кости. Гурчатые кости расположены в местах, где должно быть сочетание качества, мобильность, широта движения и прочность. Как частный случай гурчатых костей выделяют всесамовидные кости. Что их отличает от всех других костей? То, что у этих костей нет надкостницы. У всесамовидных костей нет надкостницы. Функцию надкостницы у них берет на себя сухожилие мышцы, внутри которой они расположены. Все самовидные кости полностью лежат внутри сухожилия мышцы. Сухожилия мышцы у этих костей выполняют функцию надкостницы. Все эти функции, которые выполняют надкостницы, они выполняют сухожилия мышцы. Они лежат в тех областях, где необходимо укруппить суставы. Самая большая сисамовидная кость у нас с коленной чашечкой. Все знают, где находится коленная чашечка. Вот это самая большая сисамовидная кость. То есть лежит она внутри сухожилия, четырехглавной мышцы бедра. Помимо этого сисамовидная косточка, вторая по величине сисамовидная косточка, это вот эта вот кругленькая, то, что у вас на запястье. И, помимо этого, есть маленькие сисамовидные косточки между фалангами пальцев, например, костями пясти и фалангами пальцев, там, где необходимо прикрепить суставы. То есть там, где сухожилия мышцы перейти, здесь, туда, где необходимо. Как они называются? Как они называются? Они просто называются сисамовидные кости фаланговые. Да, они как бы у них, собственно, они там. Извините, вот эта косточка, она обеспечивает движение только в одну сторону, да, получается? Да, она как губ. По губчатым костям понятно, да? Это губчатое вещество, сверху покрыт только в расстройке сам паспортное вещество. Да, построено точно так же, как в физической косточке. Следующие кости — это плоские кости. К ним относятся тазовые кости. Оплатка и кости своды черепа. Это те кости, которые суставы. В основном обеспечивают наличие пластей. В общем-то, строго говоря, тазовая кость скорее смешанная. Правила относятся к кости. Да, вот эта самая, ее основная большая кость. Да, это плоская. Плоская кость состоит как бы из... двух слоев или одного слоя, что пахнули вещество. Бывает в очень-очень тоненькой прослойке и бурочкой вещества. Строение костей своды черепа, оно особенное. Название диплоэ. Между двумя пластинками наружной и внутренней пластинкой компактного вещества располагается губчатая часть. То есть как сэндвич. Сверху и снизу компактное вещество. Внутри губчатое вещество. Название диплоэ. Особое строение. Что-то плохие кости. Помимо этого, есть вдохоносные кости. К ним относятся различные вдохоносные кости черепа. Это клубная кость, верхняя челюсть, длинновидные решетчатые кости. А внутри этих костей имеются полости, то есть фазмы. Можете еще раз повторить, пожалуйста. Череп. Это кости черепа. Клубная кость, верхняя челюсть, длинновидная и решетчатая кости. Внутри них есть фазмы, полости. Внутри они покрыты бетелием и свежим волосом. И помимо этого, есть смертные кости, то есть в которых есть примерно ровноозначенные по процентам их отношений разные части. Например, это позвонки, в которых есть, я считаю, тело и косткая часть опыта. Вопросы по строению костей, по классификациям костей? Смешивать косты, позвонки или еще? Ну, как я говорила, уже можно дать. В общем, лопатку тоже можно дать нести. Основная часть лопатки плоская, у нее есть опроски. А можно еще раз? Слое это что? Что? Диплое. Диплое это особое строение костей свода черепа. То есть это буки, то есть свода черепа? Нет, вот это вот, ну как бы, это все, вот эта вот вся система. Это желудоковая звук, что у нее стоит чего? Компактного слоя. А, то есть компактного, а внутри просвойка, да. Так череп все-таки плоско используется. Вообще это плоско. Да, пусть просто немножко по-другому. Если его общить, то зубов человечество больше питается. Такое выдерживание. У них разное нагрузка на ней есть. Вопросы различные. Хорошо. Тогда прежде чем перейти непосредственно в развитие, по различным костям скелета, необходимо, чтобы мы говорили на одном языке с вами, необходимо рассмотреть оси, в которых вообще рассматривают все тело человека в данном случае. и соответственно, мы поистей. Ось. Всего существует три оси. Первая ось называется сагитальная. Сагитальная. Сагитальная стрела. Сагитальная. Сагитальная ось – это вертикальная ось, проходящая спереди-назад. Сагитальная ось, вертикальная ось, проходит спереди-назад. Если она срединная, то есть по середине мы ее провели, она поделит тело человека на правую и левую половину. Срединная сагитальная поделит тело человека на две половины – правую и левую. Относительно этой оси части скелетных костей могут лежать кнутри, то есть ближе к этой оси, и к наручу. То, что лежит кнутри, будет иметь прилагательный медиальный. Лежит кнутри, то есть медиальный, значит кнутри. Я буду эти термины употреблять, чтобы вам было понятно, что я вам говорила. Я вам это рассказываю. Внутри ближе к оси, где идеально, то, что дальше от оси – латерально. Наружу, латерально. Когда будет конкретно про каждую кость, кость будет вы умеет. Понятно? Что это медиальный, что это. Просто по мне эти слова, вас вы не пугали. А как понять, какая кость находится? Если, допустим, кость посередине, как бы, вы не понимаете? Нет, это относится к частям, просто. Про каждую кость, чтобы вы не пугались этих слов, медиально будет означать кнутри, латерально – снаружи. Про каждую кость у нее будет части, которые лежат ближе к центру тела и к краю тела. Соответственно, части, ближе к центру тела, идеальные – к краю латерально. Следующая ось – фронтальная. Это тоже вертикальная ось, она пройдет параллельно лву. Тоже может на разных уровнях проходить. Она, все эти ось, они взаимоперпендикулярные. Соответственно, она тоже вертикальная, перпендикулярная, сегитальная. Сегитальная – спереди назад, фронтальная – параллельно лву. Относительно фронтальной оси плоскости, части тела человека могут переднюю и заднюю. Относительно фронтальной плоскости переднюю и заднюю части. Это, я думаю, непонятно. Тоже, если я буду упомянуть такие слова, как нейтральный и тарзальный, непонятно. Непонятно. Непонятно, нейтральный и передний. Тарзальный. Должен. А если мы представим, например, себе крокодила, груз плановую полосу, груз будет центральная, вверх будет груз, спина, тарзальный. А мы-то касаемо костей. Как понять их? Груз, а центральная – все так же. У них будет, когда передняя поверхность, это будет касаться грузонос поверхностей. Да. То есть будет у нее вентральная поверхность, с противоположной стороны – дарзальная. Они будут отличаться по форме, рельефу. И последняя ось – поперечная. Поперечная ось. Понятно. Проходит параллельно полу на разных уровнях. Она же трансверзальная. Параллельно полу на разных уровнях. Относительно этой плоскости части тела и костей будут верхними нынами. Верхние нынами. К большинству, относительно всех костей и конечностей мы будем называть верхние шести проксимальными просимусы. Проксимальными просимусы. Ближние. Проксимальными просимусы. А нижние, то, что будет дальше от нас, это дистальник. Отсюда уже слово дистанция, но дистальник. Останция. Итак, ещё раз. Ближний к самому телу. Это относится к правилам Костям-конечностям. Например, у нас состоит из трёх отделов. Клечо будет проксимальным отделом верхней конечности, а кисть дистальнюю. Проксимальный и ближе к оси, дистальнюю и дальнюю. И, собственно, у каждой части, например, у плечевой, той же, можно выбрать проксимальный эпифис плюс проксимальный конец и дистальнюю конец. Все сложные слова понятны? Чудесно. Когда будем конкретно примеры разбирать, будет еще более конец. Какое обычно вас используют? Те. Могу разбирать части костей, я буду говорить, дистальный эпифис стоит так и так, например, у него есть латеральные нагмущи, латеральные нагмущи, как относительно всех костей будут употреблены все эти страшные слова. Перейдем к конкретному усмотрению костей. Начнем с осевого скелета, череп вам не нужен. Позвоночный столб. Она главная ось – позвоночный столб. Создает он из 33-35 позвонков. 33-35 позвонков. Которые относятся к 5 разным отделам. Это шейный отдел, в котором 7 позвонков. Шейный отдел – 7 позвонков. Далее идет грудной отдел с 12 позвонками. Поясничный отдел, в котором 5 позвонков. Как правило, крестцовый отдел, в котором тоже, как правило, 5 позвонков. Считаем, около 25. И попчиковый отдел, в котором нефиксировано количество позвонков. Позвоночный столб человека неравномерный. У него разная толщина зависит от этого тела. Увеличивается. Полщина позвоночного столба сверху вниз. Связано это с возрастающей нагрузкой на нижележащий отдел и выше лежащий. На шейный отдел – самая маленькая нагрузка. Голова. Держим только голову. Дальше нагрузка увеличивается. Снять руки, ноги и так далее. И поэтому к нижним отделам ширина позвоночника увеличивается. Помимо разной ширины, если мы посмотрим в профиль сбоку на позвоночный столб, мы увидим, что есть ряд изгибов. Конкретно четыре штуки. Два изгиба направлены вперед выпуклостью. Два назад. Изгибы направлены выпуклостью вперед. Под цифрой 1, под цифрой 3. Вносит название лордоза. Лордоз. Здесь шейный и поэзичный лордоз. Изгибы выпуклостью назад называются кифозами. Изгибы выпуклостью назад называются кифозами. Кифозами. И, соответственно, есть грудной и кифовый кифоз. С возрастом, например, грудной и кифоз можно увеличить. Нужны эти изгибы для амортизации при ходьбе. Эти изгибы создают кожу, чтобы не повердались какие-нибудь органы в частности. А лордоз выпуклостью вперед или назад? Лордоз выпуклостью вперед. Кифоз назад. Проще всего пока помнить, что, например, грудной и кифоз может превратиться в борт. Это лучше всего. Они у нас не изначально с детства, все эти изгибы. У новорожденного ребенка в правилах есть только грудной и кифоз. Когда ребенок получается держать головку, появляется шейный мордоз. Позвоночник новорожденного ребенка почти прямый. Вам перерыв? Да. Хорошо, давайте тогда прервемся на 5-7 минуты. Потом продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас. Ага, ага. 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 Продолжение следует... 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 Это под каким цифрой? Под цифрой 8 в верхнем сочином. Сверху, нижнем, нижнем. Между телом и другой, куда сидит на теле, он еще новый. Седьмой, а здесь ты отросток, не парный. А когда у вас будет практическая часть курса, то вам возьмете в руки позвонок. Чей? А когда это будет? Чей? 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 Вот такой человек, размечаем. Вы оц these поверхность�уfor. У нас есть настоящий. И вы, приём цветомерных, а еще или настоящий. Ну, то, чтобы вы не договорились болеть, что у вас это начнется, Вас поделят на группу, и начнём всё это на следующий день. Практические занятия у вас будут на биологическом кабинете, у нас там социал хранения. Вам об этом скажут отдельно, не волнуйтесь. Продолжаем? Продолжаем. Итак, всё понятно. Тело, руга. Руга состоит из семи отростков. Всё понятно. Это общий план строения всех подростков. Теперь начнём разбирать каждый объём обеих. Шейные позвонки семь штук шейных позвонков. Чем они отличаются от всех остальных? Как вы определите, что это шейные позвонки? Ну, шейные позвонки, в общем-то, самые маленькие, это всё относительно. Если у вас лежит только один позвонок, то вы не можете сказать, насколько он маленький или большой. Я, например, могу сказать, что он большой или маленький. Это ещё, наверное, нет. Как мы определим, что это шейные позвонки? У шейных позвонков позвоночное отверстие относительно тела самое большое. То есть по отношению к телу очень большое позвоночное отверстие. Они, например, выглядят одинаково. Как у тела? Да. Дианик. Например, возьмём гляниту. И позвоночное отверстие будет стоимо, и даже, может, больше, чем тело. Это, во-первых. Во-вторых, поверхность этого самого тела у шейного позвонка – седловидный изогнут. Да, если мы у него посмотрим, а вы посмотрите потом на все позвонки. Поверхность тела будет седловидный изогнут. Далее, следующая отличительная особенность – Остистый отросток на конце раздвоя. У шейных позвонков, почти у всех. Остистый отросток на конце раздвоя. Какой? Остистый. Остистый. Который один, который в парне, который смотрит назад. На конце раздвоя. В этом образующемся углублении или какой-то такой положительный. Остойстый. Или, какой-то, какой-то. И проблем. Понятно, какой. По-моему, это. В поперечном отростке у шейного позвонка имеется отверстие, как это называется, отверстие поперечного отростка. То есть, если вы видите поперечную отростку в дырку, это шейный позвонок. Отверстие поперечного отростка. Зачем? Откуда взялось отверстие? Опять-таки, на практической части будет более понятно. Сейчас объясню. Дело в том, что вот это, что называется, истинный поперечный отросток по происхождению. А передняя часть, это приросшее к нему шейное ребро. Это умение. Я попробую объяснить, но на практике, конечно, это гораздо больше. Если мы возьмем грудной позвонок. Это грудной позвонок. Как вы знаете, наверное, к позвонкам в новом отделе крепятся ребра. Кусочком одним своим, который называется оголовка, в этом я скажу позже. Ребро крепится к телу полвонка. И бугорка крепится к поперечному отросту. И направлено вот так вот это ребро вперед. В шейном отделе у нас наследие предков. Уже имеются тоже ребра. Но они редактированы. И прирастают к поперечному отростку. Отсюда отверстие с поперечным отростком. Понятно? А как ложное? Это шейные ребра. Ну, здесь они как приятно так не выживаются. Они просто прирастают. То есть как бы недоразбитые. Да. Они редуцированные. Они недоразбитые, перерастают. Вот от шейного ребра остается вот этот бугорок. Он называется беркулемонтериус. То есть передний бугорок. И отсюда отверстие. Но вот это все вместе будет у шейного позвонка поперечным отростком. Просто одна его часть происхождения поперечный отросток. А передняя его часть это ребро, которое приросло. Сюда отверстие. Понятно? Можно еще раз? Потому что, ну смотрите, какая связь между тем, что ребро к его приросло? Это завал дисперсия. Ну, смотря. Это он, злая частью. Нет, я не понимаю. Я не понимаю, но ведь он напрямую присоединяется к званскому. Ребро. Да. Ага. Ну, ребро, оно присоединяется к... По-моему, частью головки, ребро присоединяется к телу. Да. А вторую частью, которая называется бугорок, ребра, присоединяется к поперечному отростку. Да, но ребро есть, но только не дуцируем. Значит, вот было у нас нормальное ребро. Да? Не присоединенное. Здесь вот так. Между отростком и вот этой частью шеи и бра тоже было отверстие. Это пустое место. Шея на модели, ребра редукируют. И вот эта вот вся часть прирастает просто к поперечному отростку. Вот здесь вот шустава нет, она прирастла на сплошное. Сплошная, сплошная ткань. А зачем там вообще нужны были ребра? И что? Зачем там вообще нужны были ребра? Зачем вообще нужны ребра? Ну нет, были нужны шею. Ну нет, наследие в френ. А вообще в этом отверстии. Беречного. То, что проходит, то, что здесь на спиды. Я в следующей головой гоня. Все, слышали, что там сосуды есть? Можно попробовать? Как тебе это отверстие еще раз называть? Это называется позвоночное отверстие. А это называется отверстие к поперечному отростку. Спасибо. А вот в центре отверстие. Позвоночное отверстие. Да, позвоночное отверстие. А на каком-то помещении? Позвоночное отверстие всех позвонков налагаются друг на друга. Внутри образуется позвоночный канал, в котором лежит спиной мозг. А с чем он такой большой? Чтобы он мостом. Ну понятно. В шейном отделе просто, наоборот, маленькое тело. Поэтому относительно тела отверстие большое. Потом с нежелижащими отделами нагрузка возрастает, тело увеличивается, и относительно тела позвоночное отверстие уже будет. В шейном отделе соединение позвонков очень подвижное, а достигается это особым расположением суставных и нежелиновых отростков. Они вот так вот, если мы возьмем сегитальную плоскость, под углом сегитальной плоскостью. По счет этого сама суставная поверхность лежит во фронтальной плоскости, то есть спереди-назадной плоскости, и при этом наклонена от осидая циталия. Это общий план шейных кузанков. Из этого правила это то, как вы определите, что кузанок шейн. Вы увидите, что у него примерно одинаково в диаметре тело позвоночное отверстие. Он такой маленький, тоненький. У него раздвоенный осистый отросток и отверстие в поперечном отростке. Вы видите, ага, это шейный позвонок. Но из этого правила есть ряд исключений от того, что вот три. Все исключения из правил находятся на концах отдела. Первое исключение, первый шейный позвонок, Атлант, я думаю, вы знаете, по такому же слово. Первый шейный позвонок Атлан. Он вообще ни на что не похож, он похож сам на себя и на кольцо. У Атланта выделяют переднюю и заднюю дуги и боковые массы. Передняя и задняя дуга и боковые массы. Передняя дуга несколько короче, но на заднюю больше. Между ними боковые массы. Вы видите, где кольцо? Это Атлант. Передняя дуга, задняя дуга и боковые массы. У него нет тела. У Атланта нет тела позвонка. Тело Атланта перешло ко второму шейному позвонку. Об этом чуть позже. От тела у Атланта, собственно, осталась вот эта передняя дуга, на задней дуга есть задний бугород. Это все, что осталось от осцисского Атлантка. Передний бугород все, что осталось от тела Атланта. Задний бугород то, что осталось от осцисского Атланта. Изнутри на передней дуге, с противоположной стороны от переднего бугоря, имеется суставная площадочка, которая называется ямка зуба. Изнутри, на передней дуге, имеется суставная площадка, которая называется ямка зуба. Ямка зуба. Тело, отошедшее по второму шейному позвонку, к нему приросло, будет называться его зубом, об этом тоже зубом, и соединяется вот так вот изнутри, входит в передней дуге атланта, и в разы уставчик, это объезд ямка зуба. Значит, боковые массы. Народ, осталось 10 минут, так что пособранно. Можно еще до 4-х? Да. Для того, чтобы туда присоединялся зуб второго шейного позвонка, как я скажу чуть позже, зуб второго шейного позвонка, собственно, образует кость вращения шеи, для того, чтобы была кость вращения, они должны соединяться к рукам подвижным. Когда соединения между костями подвижны, а потом уставка. Поэтому там не суставная площадка, а это называется ямка зуба. На боковых массах у нас, собственно, есть вот эти нормальные боковые отростки, поперечные отростки с отверстиями, да? А сочленованные, то есть суставные отростки у атланта видоизменены до суставных площадок. Они плоские, не выдаются вверх и вниз. Верхние суставные площадки имеют вот такую бабадидную форму. Бабадидную форму. Сюда присоединяются у нас выщелки затылочной кости. К верхней суставной площадке к атланту присоединяются у нас выщелки затылочной кости. Голова крепится к атланту. Бабадидная. Бабадидная. Бабадидная форма. Затылочная кости. Сверху к атланту присоединяется голова своей затылочной кости. Нижние суставные площадки тоже плоские, а круглые. плоские суставные площадки это видоизмененные нижние сочвенованные обороны. Это был окон. Второй шейный позвонок он называется осевой. Слово ось. Осевой. Он же экистрофей. Слово ось. Слово название экистрофей называется осевой. Ось. Почему называется осевой? Потому что у него есть тело, отошедшее от гранта, которое и образует ось вращения астрит лоб. Ось. Вот эта вот сортинка. Это второй шейный позвонок. Осевой экистрофей. К нему отошло тело атланта, образовав зуб. Вот этот вот атерос, топчащий вверх у экистрофея, называется зуб. Зуб. Это бывшее тело атланта. Вот так вот специальная картиночка. Они насаживаются друг на друга. Зуб входит вот в эту вот ямку зуба. И вокруг вот этой вот оси будет происходить вращение головок. для того, чтобы вращение происходило беспрепятственно, верхние суставные отростки у окку осевого позвонка тоже видоизменены до круглых суставных поверхностей. Таких же, как и нижние суставные поверхности у атланта. Благодаря этому, позвонки вращаются по кругу. Все остальное у осевого позвонка такое же, как и у всех шейных позвонков. Это разводит поперечных отростков отверстия. Нижние суставные отростки у экистрофея такие же, как и у всех остальных шейных позвонков. А верхние, как у атланта. Верхние круглые, плоские, как у атланта. Понятно? И последнее исключение из общего правила шейных позвонков. Это седьмой шейный позвонок. Он называется выступающий. Потому что он на сцене ходит и выступает. Потому что он выдается назад. Тот самый позвонок, который вы можете у себя легко найти. Который самый выдающийся назад. Шей. Это последний шейный позвонок. Седьмой называется выступающий. У него длинный, направленный назад. Сколько назад? Назад. Остистый отросток. И вот он на конце не разводит. Остистый отросток седьмого шейного позвонка. На конце не разводит. Все остальное у него будет такое же, как у шейных позвонков. Ну, вы видите, если все как у шейных позвонков. Остистый отросток на конце не разводит. Он такой длинный смотрит назад. Параллельно в земле. Это выступающий, последний, седьмой шейный позвонок. Уступающий. Это переходный между двумя отделами позвонок. Ну, переходный. Длинный. Вот это полоска. И все остальное как шейный. Постепенно в грудном отделе осистисты отростки будут наклоняться на грудном отдел. Вопросы по сегодняшнюю позвонку, по плану трениров позвонков и по позвонкам. А, а остальные три позвонка одинаковые? Четыре. Четыре. Шесть. Да. Создали и имеют вот такое классическое строение. А никак нельзя определить, какое позвонки? Четвертый. Можно определить. Для этого существуют различные регионики, формулы и так далее. Но это будет не то. Если у вас есть все позвонки шеями на первую, понятно, что это просто. Они постепенно увеличатся. Они постепенно увеличатся. Они постепенно увеличатся. Сверх и вниз. И, конечно же, их нужно в определенных порядках пирамиды вверх. Собрать. Если же у вас изолированные отдельные позвонки, для этого есть ряд формул для определения. Ну, и там по каким-то детальным строениям. Можно очень определить. Конечно, с первым определить. Скорее всего, у него попробовать. Ну, и будет определенная позвонка. Сейчас. А мы остальные виды гостей. Прошли? Что? А мы не будем разбирать по остальным видам гостей? Конечно, будем. Мы только начнем. Сегодня? То есть у нас лекция закончилась? Сегодня закончилась. Мне сегодня дали полтора часа. Хотел сказать? Ну, так получилось. Может, у вас так интересно слышать? Да. На последний месяц. Да. Да. Вот это те самые китайцы. Да. Извините. Вот забыла еще рассказать. Очень важная китайская строение всех позвонков. Послушайте. Еще две секунды. У позвонка, вот там, где есть вот эти ножки, с ранней сбоку, видим вырезки. Вот такие вырезки. Увление при переходе между телом и другой есть. Вырезки, соответственно, верхняя и нижняя вырезки. Вырезки. Когда вырезки, нижняя, вот как видите, более глубокая, вырезки соседних позвонков друг на друга накладываются и образуется межпозвоночное отверстие. Через эти межпозвоночные отверстия из позвоночного канала выходят спинно-межпозвоночного канала. И должны как-то выйти, да, из канала, взять или есть вот эта вот вырезка, да, накладывается сюда верхняя вырезка следующего позвонка. У вас тут такое отверстие через межпозвоночное видео. На сегодня тогда все. Если нет вопросов, всем спасибо.